Всем привет! Сегодня у меня снова на обзоре в очередной раз Lada Vesta. Сегодня это седан Cross. Комплектация в данном случае Luxe Enjoy Pro. Ну и давайте посмотрим, что она из себя представляет в 2021 году. Поехали! То, что у нас версия Cross, нам выдают пластиковые обвесы. Они у нас над крылом и на порогах. Также кромку дверей немного задевают они у нас. В данном случае у нас кузов седан. Есть еще версия SV Cross. Это универсал. Универсал уже был на канале. У меня был SV Cross в комплектации Luxe без мультимедии. С двигателем от Renault Nissan, который раньше ставился на Nissan Juke. 1.6 объемом. И с коробкой вариатор, которая называется Ятка или Жатка. По-разному люди ее называют. В данном случае у нас версия на механике. С двигателем объемом 1.8 литра. Это ВАЗовский двигатель. Также есть двигатель объемом 1.6. 129-й, по-моему, мотор. Если не ошибаюсь, поправьте в комментариях. И механическая 5-ступенчатая коробка передач у нас в этой версии. Еще раз. Luxe Enjoy Pro называется эта комплектация. И особенность ее заключается в том, что здесь у нас новая мультимедиа, которая поддерживает CarPlay, Android Auto и прочие интерфейсы. Чуть позже я вам их покажу. Сейчас покажу, как выглядит двигатель. Так выглядит подкапотное пространство. Здесь у нас газовые упоры. Честно говоря, не знаю, с завода это или дилер поставил. Потому что здесь и вот такая вот штука есть. Двигатель здесь 1.8. Как я уже говорил, таким образом все это подкапотное пространство у нас выглядит. 16-клапанный двигатель. Раньше предыдущие модификации его ставились на Priora. Поэтому владельцам ВАЗа он давно знаком этот движок. Особенностью этой комплектации является то, что здесь очень большой дорожный просвет. Не в каждом паркетнике он такой есть. Поговаривать, что здесь 21 см дорожного просвета. Ну, реально видно, что очень высокая машина. И не на каждом паркетнике такой дорожный просвет есть. Самый большой дорожный просвет на паркетнике, который я встречал, был на Subaru Forester. Там 22 см. Здесь на сантиметр ниже всего. Это очень круто. Значит, что касается оптики. Здесь у нас ничего не поменялось. Также галогеновые фары. Вот жалко, кстати, что в АвтоВАЗе не работают над оптикой. Сделали бы диодные хотя бы ходовые огни. Потому что ходовые огни здесь работают у нас посредством галогеновой лампочки тоже. То есть здесь все на галогене. И противотуманные фары также. Ни ксенона, ни диодных фар здесь, к сожалению, нет. Но в целом свет работает нормально. Сзади оптика у нас также осталась без изменений. Это те же галогеновые фонари. Здесь, в принципе, все то же самое. Выглядит, конечно, это красиво. Но хотелось бы все-таки вот мне лично диоды, чтобы здесь были. В интернете полно видео, в которых умельцы делают диодные и задние фонари, и передние фары. И выглядит это очень круто. Но я подозреваю, что это сильно удорожает. И без того уже не дешевую Vestu. Так, сейчас посмотрим, как у нас здесь задний ряд выглядит. Так, задний ряд. Так я сижу сам за собой. Огромное количество места здесь. Он здесь простой. В версии SV Cross есть еще подогрев заднего ряда. Тут ничего нет. Здесь заглушка только. Здесь у нас есть 12-ти вольтовая розетка. Кармашки. В сидениях. Сидения комбинированные. Здесь у нас кожаные вставки. Спереди. Давайте здесь покажу. Ткань. То есть тут ткань там, где мы сидим. Здесь эко-кожа, скорее всего. Это, кстати, довольно практичный вариант салона. Летом ты не прилипаешь к ткани, а зимой не примерзаешь, соответственно. Жалко, что нет обогрева. А еще в версии SV Cross Multimedia, тоже в топовой, есть подлокотник на заднем ряду. А тут его нету. Водительское место. Все то же самое осталось. Руль обшит кожей, потому что у нас здесь есть подогрев руля. Есть кнопки управления мультимедийной системой. Голосовое управление. Круиз-контроль. Лимитер скорости. Хотя у нас автомобиль на механике. В целом, все, что нужно. Здесь есть панель приборов. Все осталось то же самое. Изменилась только мультимедия. И на ней мы немного подробнее остановимся. По климат-контролю. У нас здесь однозонный климат-контроль. Есть у нас курсовая устойчивость в этом автомобиле. Обогрев стекла нитями. Еще есть теплых опций у нас. Трехдиапазонный обогрев сидений переднего ряда. И в целом, понятное дело, что пластик простой здесь. Но выглядит это все довольно достойно. По тому, как себя машина чувствует в движении, чуть-чуть попозже тоже вам расскажу. Ну а сейчас про мультимедийную систему. Но, собственно, подробнее про мультимедийную систему. Начнем с того, что здесь у нас есть CarPlay, Android Auto. Все это работает. Лагов никаких нет. Вот что касается мультимедийной системы, я уже попользовался ей. Отличная вещь. Прям изумительная. Мне не очень нравится дизайн, конечно, как все нарисовано. Но работает это суперски вообще. Никаких лагов, ничего нет. Вот, допустим, навигация. Вот, допустим, мы щипками делаем зум. И у нас все работает отлично. От никаких лагов. Изумительно все работает. Яндекс.Навигатор, пожалуйста. Сейчас ничего не подключено. У нас здесь есть Wi-Fi. Мы можем подключиться к Wi-Fi, если у нас есть внешний источник. Мы можем подключиться к Bluetooth, соответственно, телефон подключить. Вот у меня сейчас подключен мой мобильный телефон. Проекция телефона есть. То есть у нас, соответственно, это режимы CarPlay, Android Auto. Не режимы, а интерфейсы они правильно называются. Голосовой помощник Алиса. То есть если у нас есть интернет, он, соответственно, у нас работает. И все это работает отлично. Вот сейчас покажу, как работает CarPlay. Вот у меня есть мой смартфон чудесный Huawei P20 Pro. Всем рекомендую. Он, правда, не продается уже. Но вот подключаем мы его. Выбираем передачу файлов. И у нас, собственно, сразу открывает он нам дубль диск по умолчанию. Мы можем, как на смартфоне, выбрать меню. Ну, все, наверное, знают, как работает Android Auto. Ну и вот, соответственно, мы можем слушать музыку из Яндекс.Музыки. Spotify работают, Яндекс.Карты, ВКонтакте.Музыка. Скайп у нас работает здесь. Все отлично. Дальше мы можем вернуться в интерфейс мультимедийной системы. Здесь у нас, обратите внимание, есть Яндекс.Музыка также. Здесь нам нужно выполнить вход. То есть подключиться к интернету, соответственно, и выполнить вход в аккаунт Яндекса. И, соответственно, все будет у нас работать. Яндекс.Браузер. Тоже говорит, что сейчас интернета нет. Но, соответственно, если мы раздадим его с телефона, все будет отлично у нас работать. Опять же, мы можем все это делать через Android Auto. Еще нравится в мультимедийке то, что здесь у нас есть. Крутилка громкости. Это отлично. И клавиши управления переключением треками. Мьют кнопка voice. Голосовое управление здесь, если мы ее нажмем. А также на руле у нас имеется. Вот, и, соответственно, если мы нажимаем эту кнопку, у нас появляется голосовой ассистент. Вот, он нам не нужен. Все отлично работает. И вот это вот основное отличие. То, что появилось не так давно в Lada Veste. Похожая система стоит в автомобилях Renault. Тоже бюджетного сегмента. Но я вот попользовался. Вообще отличная штука. Единственное, что хотелось бы, чтобы дисплей был немножко матовый, не так бликовал. В целом, видно картинку хорошо. Но, естественно, он залапывается, потому что глянцевый. И, естественно, есть немножко бликов от него. А так, в общем и целом, управлять удобно этой штукой. И мультимедийная система здесь отличная. Все отлично работает. Ну, вот, собственно, что касается мультимедийной системы. Здесь, наверное, все. И в целом, по автомобилю, по обзору, уже тысячу раз вы, наверное, их видели. Я в деталях не буду останавливаться на каждой кнопочке. Говорить, что здесь, допустим, есть датчики дождя света и прочие вещи. То есть, укомплектован автомобиль отлично. Сейчас мы немножко прокатимся еще. Но перед тем, как поедем, хотелось бы сказать, что автомобиль я взял в компании Fastar. Это официальный дилер Lada в городе Новосибирске. Они нам предоставили автомобиль. За это им большое спасибо. Также еще хочется сказать, что если вы хотите купить автомобиль Lada, вы можете заполнить форму, которая находится в описании. Проходите по ссылке, заполняйте там буквально пара вопросов и получите хорошее коммерческое предложение от дилерского центра Lada. Либо можете связаться со мной. Ссылка на мои контакты, соцсети, инстаграмы, вконтакте и все прочее находится в описании к ролику. Либо в закрепленном комментарии. Сейчас поедем прокатимся и расскажем вам, как она, собственно, чувствует себя на ходу. Сразу спойлер. Чувствуй себя отлично вообще. Сейчас детали расскажу. Так, ну что, сейчас поедем немножко прокатимся. Я уже поездил и в целом мне есть уже что сказать. И на универсале, и на седане сегодня с механикой покатался. Я никаких проблем не испытал с тем, чтобы ездить на механике даже в пробке. Часто я слышу про то, что люди хаят вазовскую механику там. Возможно, в ремонте с ней что-то не так. Поедем покатаемся. Сегодня у меня за камерой Роман. Он мне помогает снимать. У него, кстати, есть свой канал. Я ссылку в описании оставлю. Кому нужны видеосъемки. Вот. Обращайтесь к Роману. Переходите к нему на канал. Я оставлю ссылку на канал. И на что? На инстаграм, на вконтакте. На ютуб. На ютуб. Оставим ссылку. И переходите, пожалуйста. Обращайтесь к Роману. Роман еще у нас будет сегодня одну функцию выполнять. Он никогда на Вести не ездил? Нет, не ездил. Первый раз вообще? Первый. Ну и что, как тебе? Что хочется отметить, пока едем по нашим любимым дорогам, в нашем любимом городе, радует подвеска. Вот тут я соглашусь вообще прям. Потому что, во-первых, дорожный просвет. Тебя не парит в тишином закочки. Какой они размерности. А во-вторых, собственно, она настроена очень интересно. Я уже это отмечал для себя. И вот сейчас отметил еще раз. Подвеска, во-первых, довольно комфортная. Она не супер вальяжная. Это не D-класс. Это B-класс. Самый бюджетный класс автомобилей. Она при всем при этом довольно комфортная. Еще раз повторюсь. И опять же, при всем при этом, машина еще неплохо рулится. Мне очень понравилось. Очень зашла подвеска. Как здесь она работает. И еще я хотел бы отметить шумоизоляцию. Я вам не показывал багажное отделение. Но чуть-чуть попозже я, наверное, все-таки это сделаю. И там есть шумоизоляция в багажнике. И вот, допустим, я снимал не так давно Renault Logan. Там такого не было. А здесь, соответственно, нормальная шумка. Но опять же, учитывая то, что это B-класс. Бюджетный класс автомобилей. И, кстати, еще обратите внимание. Тормоза задние здесь дисковые. И вот такого размера багажник. Сидения раскладываются, понятное дело, в пропорции 60 на 40. Здесь даже шумка есть у нас. То есть, ну, в этом классе это вещи, на которые стоит обращать внимание. Так, и подпол. Здесь у нас запасное колесо. И хоть и старые технологии войлочные, но шумоизоляция у нас присутствует здесь. Даже вибропласт наклеен. То есть, в целом, поэтому здесь так тихо. Что еще хочется добавить. Музыка, звучание очень хорошее, приятное. То есть, тут сколько? Четыре динамика. Да нет, наверное, шесть. Потому что вот здесь двери тоже пищалочки. И вот, соответственно, музыка, я тоже согласен. Музыка здесь хорошо звучит. Вообще, Ром, кстати, вот у тебя на канале, я видел, недавно вышел обзор Toyota Corolla Fielder. Гибридный. Вот здесь тоже есть версия универсала. По сути, это то же самое. Единственное, что там, соответственно, сарай у нас сзади. Вот как ты считаешь, вес-то сильно хуже филдера? Ну, на твой взгляд, вот ты первый раз покатался сегодня, что можешь сказать? Ну, если сравнительно, отличий особых нет. По ощущениям, все хорошо. Но тактильно, по отделке салону, только тут здесь более жесткий пластик. А филдери, филдери, да, немножко где-то тряпочный, немножко кожи. То есть, соответственно, там материалы отделки получат. Да, там только материал в основном выигрывает. В целом. А так, вот по шумоизоляции, по каким-то ходовым качествам, если сравнить? По шумоизоляции, там даже пошумнее, мне показалось. Да, тут более тихо. Ну, может, потому что она новая, ничего еще не разбито. Не знаю, так можно вообще говорить? Да, ну, почему нет? Я просто думаю, что это еще связано с тем, что... Все-таки в филдере, наверное, ее просто тупо нет. Хотя филдер, опять же, это C-класс автомобиль, по-хорошему. Это Corolla, и это C-класса, вот как Focus, как Octavia. А Vesta – это B-класс, то есть, это машина классом ниже. И вот человек, который, в принципе, не причастен ни к изготовлению, ни к продажам, говорит, что в ней тише. Я вот просто это замечал, хотел для себя отметить, прав я или нет. Насчет ходовки хочу сказать, то, что Vesta идет плавнее намного. То есть, тот сарайчик намного жестче, как-то. То есть, тут более уверенно, и при этом плавно, на неровностях более комфортнее, вот на ней больше ее. Ну да, мы сегодня еще, тем более, потестили ее на всяких разных неровностях. В том числе, у нас в Новосибирске очень любят часто делать так, дорожные рабочие, товарищи, срезать часть асфальта и оставить жесткую кромку. Когда ты просто влетаешь в нее, гнешь диски, и вот эти все вещи с тобой происходят, не очень приятные. Я не знаю, зачем они это делают, но срежьте, сразу кладите, они могут на неделю оставить. Ну ладно, это лирика все, но в общем, по таким участкам дороги мы тоже поездили, и она даже в них нормально себя чувствует. Я, честно говоря, наверное, сложится ощущение, что я перехваливаю ее немножко, но, блин, просто она реально нормальная здесь подвеска. И я просто не парюсь из-за того, что там где-то что-то брякнет, стукнет. Вообще классно. То есть, опять же, я в голове держу, что это B-класс все-таки автомобилей. Вот, это бюджетные машины, но по уровню оснащения, здесь, кстати, есть камера заднего вида еще тоже, парктроники задние. Это, ну, C-класс. Но хотя сейчас, опять же, они выше стали еще по уровню, но, допустим, ездил я в корейцах, ездил я в японцах в C-классе, и я бы не сказал бы, что на голову. Пока стоим на светофоре, хочу сказать, что большие зеркала в них видно. Много машин, много объектов. И степень остекления здесь, кстати, тоже довольно высокая. И в целом видно хорошо все. Еще, кстати, по поводу езды на механике, на здешней. Она, в принципе, довольно бодро едет. Здесь 1,8 литра объем двигателя. И, опять же, довольно бодро она набирает. Учитывая класс, не надо сравнить. Я просто мне часто, бывает, пишут люди, что да вот, там какой-нибудь там 3-х литровый Lexus. Не надо сравнивать машины совершенно разного класса. Вот так работает камера заднего вида. Адаптивные у нас есть направляющие. Все работает. Разрешение хотелось бы получше, но в целом. Видно все, и широкий угол классный. Вот такой получился обзор на Lada Vesta Cross. Отличный, как я считаю, автомобиль для своего класса. Подписывайтесь на канал. Пишите ваши комментарии о том, как вам этот автомобиль. Я уверен, что уже очень много владельцев его. И, конечно, в первую очередь хотелось бы послушать ваше мнение. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok